Почему снится телефон? Ну, телефон у нас появился совсем не так давно, в сравнении с сонниками. Поэтому это как бы новый символ, который у нас сейчас присутствует в нашей жизни. Но, тем не менее, телефоны, есть, будем говорить так, начинают чуть ли не от двух лет. Дети уже могут пользоваться телефонами, всё. Это новый символ, который вошёл в наше подсознание. А теперь давайте посмотрим, что такое телефон. Телефон – это связь. Связь с кем-то. Может быть, на дальних расстояниях. Мы можем получать, в принципе, это может быть яснослышание, может быть. Плюс ко всему тому же, это связь с другим человеком. Когда вы с кем-то разговариваете, вы уловили. Скоро, может быть, этот человек у вас появится, если вы видите другого человека, который с вами на другом стороне разговаривает. Это да. Другое дело, если звонок идёт, телефонный звонок, и вы поднимаете трубочку, и вам дают какую-то информацию. Вот здесь ключевое слово – звоночек. Поэтому вот здесь, особенно если по сну идёт какое-то предупреждение, это может идти именно прямым текстом. Понимаете? Вам может звонить мама, вам может звонить папа и всё остальное. Но обязательно должен быть звоночек. Если звонок есть, это вот, знаете, предупреждающая вещь, которая может быть. СМСки в телефоне прямым текстом идут. Одной женщине приснил сон, такой интересный, я где-то писала, по-моему. Она подняла, СМС-ку увидела, и на телефоне написано. Мы поздравляем вас, выступили в период, когда вы будете обеспечены очень. И у этой женщины пошли деньги. Есть, когда по СМС-ке в телефоне звонят, и могут… На тебе сделана порча. Тоже. Это прямой текст. Прямой текст я уже где-то писала, что такое текст. Поэтому мы раньше получали телеграммы. Сейчас это то же самое, как телеграммы практически. Это то, что написано в тексте. Поэтому вот здесь вот это прямое движение, которое вам говорят, что надо что-то сделать обязательно. У вас это есть. Иногда может телефон снится к сплентам. Почему? Потому что мы иногда можем брать телефон и долго разговаривать с кем-то. Телефон может снится к получению информации. Получение информации о каком-то человеке. Если вы, например, разговаривали с этим человеком, это не значит, что вы можете с ним встретиться. Вы можете о нём получить информацию. Например, если ваш ребёнок уехал, и вам, например, звонит и говорит, что у вас всё нормально, всё хорошо. А ночью снится вам, что вы разговариваете с ребёнком по телефону, и у него всё плохо. И вы знаете, что у него всё плохо. Поэтому вот тут вот больше я верю, например, в телефон, по своему подсознанию, который снял эту информацию, чем ребёнку, который не хочет вас расстраивать. Поэтому вот здесь через телефон вы получаете информацию. Вы получаете какие-то связи. Поэтому если это старинный телефон, старинный, старый телефон, это старая какая-то информация, которая может прийти к вам, вернуться. Или это просто информация, которая даётся вам для какого-то размышления. Старая информация. Если это суперновые какие-то телефоны, которые могут быть такие очень дорогой телефон, вы берёте, видите, кто разбирается в этом телефоне, кто не разбирается в этом телефоне, есть и есть. Но если кто-то знает, что это новая версия, это очень дорогой телефон и всё остальное, как в часах люди разбираются, значит, здесь это очень дорогая будет информация для вас. Очень дорогая. Это может быть даже, если особенно, тем более, она связана. Если вы не звоните по телефону, но в этот телефон взяли, например, и положили в сумочку, это очень дорогой телефон, вполне возможно, что это может быть денежным средством идти. Почему? Потому что это пока скрытая вещь. Или вы достаете из сумочки, то есть то, что дорогой телефон, хороший телефон. Он ее символизирует как машина. Если машина, например, снится очень дорогой марке, значит это финансовая сторона. То же самое здесь. Поэтому вот здесь мы смотрим. Если вы видите, что вам звонит какой-то врач по телефону или ваш знакомый, который юристом работает, вы эту информацию, она может быть символически иногда, в этой же сфере, с которой связан тот, кто вам дает эту информацию, вы ее расшифровываете. Можно посмотреть, если вы запомните номер, который, будем говорить так, высветился на вашем телефоне. Это уже будем смотреть, с чем связана вот эта информация. Цифра 1 – это одна символика. Цифра 2 – это 2, другая символика. То есть как мы делаем? Мы складываем цифры. И поэтому конечную цифру, вот, например, 5 и 7. Мы сложили, получилось 12. 12 – это 2 цифры. Мы сложиваем до одной цифры. Это 1 и 2. Это будет 3. И вот на цифре 3 мы расшифровываем сон. Смотрите в соннике нумерологию. К чему снится одна цифра, к чему снится 2. И вот именно, когда вы видите в телефоне нумерология есть, значит, вы смотрите, к чему снятся вот эти цифры и толкуете сон в этом русле.